А тем временем общественный контроль инспектирует важные стройки региона. В этот раз внимание двум нацпроектам и двум объектам Архангельска. Обширным ли получился лист замечаний, узнал Артемий Заварзин. Вы думаете, здесь идеально ровная была поверхность? Поверхность была не то, что неровная, а сильно заросшая сорной травой, испещрена народными тропами да украшена последствиями выгула собак. Теперь территория у проспекта Никольский в Соломбале носит заслуженное название «Парк». Благоустроили в конце лета. Но почему снова здесь делись за лопату и рулетки? Вы акт видели в выполненных работах? Нет. Мы когда увидим, тогда сделаем выводы. Вот тогда выводы делайте. А сейчас мы пока фиксируем то, что есть. Фиксирует общественный контроль. Ведь подрядчику доверяй, но проверяй, правильный ли слой грунта, то или толщины плитка. Финансирование по контракту ни много ни мало 40 миллионов рублей. Территорию открыли 11 сентября. Никольский сквер – часть проекта формирования комфортной городской среды. Спортивные площадки, детские площадки для детей и резиновое покрытие оставляют очень хорошее впечатление. К тому же здесь вот этот замечательный атом стоит, который вечером подсвечен. И световое оформление сделано. Если у кого-то из участников группы общественного контроля есть замечания, их отметят в специальном чек-листе. Впрочем, даже в будний день место становится людным. Значит, среда стала комфортной. Площадка удобная. И подтянуться можно, и разное упражнение делать. И брусья вон там вот есть. Для молодежи, начиная даже с Дошкаля, доступен дом научной коллаборации, который год назад появился в стенах САФУ. Кстати, таких ДНК в стране больше не появится. Архангельск успел влиться в федеральный проект. Программ для школьников здесь масса. И робототехника, и квадрокоптеры, и интернет вещей, даже нейротехнологии. Ребята учатся использовать, вообще строить не только роботов, но и использовать силу, например, мышц, для того, чтобы робот что-либо делал. Программы дома научной коллаборации сегодня заинтересовали 17 школ. В этом и следующем году в проекте поучаствуют 600 детей. То, что мы сегодня посмотрели, очень интересно все оборудовано, понравилась именно сама реализация этого проекта. Я думаю, что это уникальное, конечно, место для развития наших одаренных детей, одаренных школьников. И, конечно, здесь очень важно, что финансирование продолжалось, потому что вот то, что мы сегодня услышали, что финансирование пока до 2024 года, то есть в перспективе вот эти дети, которые сейчас уже начали здесь заниматься, они, конечно, их родители будут ждать продолжения. Группы общественного контроля созданы по поручению губернатора, чтобы объективно оценить, все ли задуманное по нацпроектам выполняется в срок и правильно. Кстати, стать участником выездной ревизии сможет любой. Достаточно зайти на сайт правительства области в раздел «Национальные проекты» и заполнить заявку. Возможен даже одиночный марш-бросок. Для этого необходимо зайти на сайт общественного контроля np29.ru, выбрать интересующий объект, а, посетив его, заполнить чек-лист, а также приложить подтверждающие фотографии, где, возможно, зафиксированы нарушения. Вся информация будет передана в профильные ведомства для того, чтобы оперативно устранить проблему или даже внести корректировки в уже законченные проекты. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова